Приключения обезьяны Создается впечатление, что каждый инструмент персонаж. На самом деле всего-то персонажей 3-4 и представлять их будет чтец. Для драматической актрисы оказаться в музыкальном театре — это редкость, это для меня большая удача. Я, в принципе, люблю музыку как таковой, ну просто как обыватель, я люблю музыку. Но и как вид искусства, мне кажется, что музыка — это самое главное, это самое основное. Она способна передать самую широкую гамму чувств. Именно музыка. Поэтому в целом для меня это событие очень дорогое и очень значимое. Я с большой радостью, с большим трепетом, с большой гордостью похожу на сцену Мариинского театра. Из всех зверей больше всего была перепугана обезьяна, мартышка. Ее клетку опрокинула воздушной волной. Клетка упала с возвышения, боковая стенка сломалась, и наша обезьяна выпала из нее на дорожку сада. Она влезла на дерево, прыгнула на забор, с забора на улицу и, как угорелая, побежала. Вот на самой премьере у нас, конечно, случился момент, который невозможно предугадать, который я не могла себе представить. Выходим мы на сцену, премьера, и Валерий Александрович так... И все. И мы, знаете, как будто мы в космос рванули. Все, уже не остановить. Энергия невероятная от него, который включился на полную мощность, когда мы вышли уже к публике. Оркестр тоже включился. Я поняла, что я тоже автоматически включаюсь на какие-то, знаете, такие дела не в скорости, а в мощности. Совсем другая энергия. То, чего в драматическом театре все-таки у нас есть репетиции, когда мы проходим в полную ногу, так сказать. А здесь, во-первых, репетиции гораздо меньше, оркестр... Ну, в общем, немножко другая система. Все равно, да, мы в драме тоже, выходя на сцену с зрителем, появляются новые энергии, появляются какие-то даже новые смыслы. Но здесь это было настолько ярко, настолько мощно. Я поняла, что от Валерия Александровича просто жар, как будто он вспыхнул в огонь. Оркестр весь, значит, за ним точно так же вспыхнул, они все за моей спиной, а я, как проводник смысловой, текстовой впереди. И я понимаю, что это все за мной горит. И я уже тоже, значит, горю, и мы все дружно летим куда-то в космос. И это были непередаваемые такие ощущения. Ну, я как могу передаю, незабываемые точно. Вдруг Гаврилыч увидел обезьяну. И сначала даже не поверил своим глазам, поскольку перед этим он выпил кружку пива. Вот он с удивлением смотрит на обезьяну. И та на него смотрит, может быть, думает, это еще что-то за чучело с корзиной в руках. Наконец Гаврилыч понял, что это настоящая обезьяна. И тогда он подумал, дай-ка я ее словлю, отнесу завтра на рынок и там продам за сто рублей. И на эти деньги подряд выпью десять кружек пива. И Гаврилыч сообразил, на каком языке с ней надо разговаривать. Он вытащил из кармана кусочек сахара, показал его обезьяне и сказал ей, поклонившись. Красавица-мартышка! Не желаете ли скушать кусочек сахара? Та говорит, пожалуйста, желаю. То есть вообще-то она ничего не сказала, потому что она говорить не умела. И она просто подошла, схватила этот кусочек сахара и стала его кушать. Если вы смотрели точный заголовок этого сочинения, я даже упомянул Майю Михайловну Плесецкую, вдохновившую меня косвенно на этом, потому что я написал, что это в память Майи Плесецкой, так любившей этот рассказ. Она мне его многократно вслух читала, она любила это делать. Родиона Константиновича не было, да, он вживую-то не был на премьере, ограничения, никуда не приехать, его, конечно, все берегут и правильно делают. И вот, наконец, он приедет и вживую это увидит, и мы с ним познакомимся. Мы с ним знакомы только онлайн, по видеосвязи, по аудиосвязи. Мы много раз созванивались, но никогда не встречались. Для меня это особо трепетный момент, встреча с ним. Знакомство вживую, то есть мы, конечно, уже знакомы, но встречи такой не было. И, конечно, то, что он будет в зале для меня, прям у меня крылья. Я очень жду этого момента, мне очень хочется, скорее, чтобы Ован услышал это из зала. И Алеша сказал мне, я воспитал ее как человека, и теперь все дети, и даже отчасти взрослые, могут брать с нее пример. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я полностью удовлетворен, полностью. Это было лучшее исполнение. И оркестр был совершенно блистательный. Целая неделя щедрина, и я обязательно буду ходить. Есть многое есть в записи, но я вот из тех староверов, которые не любят смотреть в записи. Я считаю, что в зале вживую происходит то, чего никогда не произойдет в записи. Ну да, ты услышишь, ты все увидишь, но чего-то не случится. Мне кажется, это такой подарок для города, Мариинский театр, в этом смысле, действительно, какой-то весенний цветок просто дарит Петербургу. Мне кажется, что живость повествования, острота языка и вообще ситуация, которая описывается, сюжетик, если я могу сказать, будут вызывать и улыбки в зале, и смех, и хорошее настроение. Так что мы вас ждем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...